Мы дошли и радуемся до слез, что мы к этому пришли. Им пришлось пройти практически все круги бюрократии. Обманутые дольщики города Балакова боролись за стройщиком долгие шесть лет. Одни решили ждать новое жилье, другие – забрать компенсацию. Среди тех, кто решил вернуть свои деньги, Вера Михайловна. Женщина покупала квартиру для сына. У меня трое детей, четверо внуков, уже правнуки пошли. Я шестой год, значит, за то, чтобы мне вернули компенсацию. У меня сын в Москве уже взял ипотеку, нужна была помощь ему. Балаковских дольщиков обманывали несколько раз. Сначала обанкротилась строительная компания, а после и страховщики. И те 14 человек, которые решили не ждать, пока построят квартиру, а выбрали компенсацию, остались без денег. Прошли десятки инстанций, ездили судиться в другие города. И вот теперь, благодаря помощи депутата Государственной Думы Николая Панкова, обманутые дольщики Балакова получат компенсацию. Мы, как инвесторы, в течение этой недели готовимся к документам. После того, как мы с вами подаем документы в регистрационную палату, у нас, согласно закону, пять дней происходит регистрация. Мы получаем документы о том, что регистрация прошла. И этим днем денежные средства, на основании которых вы писали мне заявление, указывают те реквизиты банковские, куда необходимо их перечислить, будут вам переведены. Проблему обманутых дольщиков начали решать благодаря спикер Государственной Думы Вячеславу Володину. На сегодняшний день восемь проблемных домов Саратова включены в перечень на получение компенсации. И если на первоначальном этапе в регионе было 76 долгостроев, то теперь их осталось всего 16. Нужно эту проблему решать, выделяя финансирование. Вячеслав Вячеслав Вячеславович Володин подключил здесь все заинтересованные ведомства, в том числе и правоохранительные органы, для того, чтобы отстоять интересы наших граждан, жителей. И хорошо, когда вот такие решения уже находятся на стадии выплат или компенсации финансирования, или выделения квартир. Как отметил парламентарий Николай Панков, рабочая группа, созданная спикером, это огромная поддержка для дольщиков. А если бы не инвестпроект, то они могли бы судиться годами, чтобы получить свои страховые взносы. А теперь балаковские дольщики получат компенсацию после 8 июля.